Крачево-Черкесия Крачево-Черкесия Председателя Республиканского движения «Русь» Евгения Жидяева и директора филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Азамата Тлисова. После непродолжительного подсчета голосов были озвучены итоги выборов. В результате тайного голосования по выборам представителей общественной палаты Крачево-Черкесской республики в общественную палату Российской Федерации внесенные в списки кандидаты получили следующее количество «за» и «против». Жидяев Евгений Дмитриевич, 4 голоса. Тлисов Азамат Борисович, 28. Все для фронта, все для победы. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Карачева-Черкесии участникам СВО. Али Баташев подробнее. Коробки с гуманитарной помощью заносят судебные приставы и сотрудники Народного фронта республики. Именно здесь, в Черкесске, по улице Ленина, 34, складируется и отправляется на передовую все, собранное для бойцов СВО из нашей республики и мирных жителей освобожденных территорий. С момента проведения специальной военной операции Федеральная служба судебных приставов в Карачаево-Черкесии уже третий раз собирает гуманитарный груз и отправляет его по назначению. С удовольствием наборы, медикаменты, а также горелки с отопительными элементами. В сборе гуманитарного груза приняли участие все сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов в Карачаево-Черкесии. Так как мы все время на связи и с семьями военнослужащих, и непосредственно с самими военнослужащими, которые находятся на передовой, и естественно с руководством, с командованием воинских частей, могу соответственно заявить, что то, что приходит в заявках, оно действительно необходимо, востребовано. Буквально вот на днях за эти выходные мы отправляли очередную партию, чуть-чуть разгрузили наш склад, и непосредственно с человеком, который приехал с передовой и поехал обратно. Акция «Все для победы», организованная Народным фронтом для сбора вещей и денежных средств участникам СВО и мирным жителям освобожденных территорий, стартовала 9 месяцев назад. Каждый желающий может внести свой вклад в победу. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Сохранять не только духовное, но и физическое здоровье призывают во все времена священнослужители. Духовные лидеры традиционных религий рассказали о важности вакцинации в целях профилактики полиомиелита. Это надо делать обязательно. То, что врачи говорят, надо слушаться их. Если я не знаю в этом, то я должен слушаться тех профессионалов, которые об этом говорят. И поэтому я тоже хочу всех призвать к тому, чтобы делали эти прибивки. Это же такая болезнь, полиомиелит, когда человек, если заболеет, то он остается калекой на всю жизнь. Это очень страшно. В религии об этом говорится очень четко. Если ты знаешь, что это нужно делать и не делаешь, то ты становишься грешником. Почему? Потому что ты сознательно идешь на это. Человеку ведь сказано, что он сознательно делает и плохое, и хорошее, он за это должен отвечать. Вот то, что это плохое мы знаем, это мы не делаем, за это мы будем отвечать перед Всевышним Аллахом. Мы сейчас эту съемку ведем в дни Великого Поста. И одной из добродетелей, которую христиане должны во время этих дней попытаться в себе воспитать или попытаться к ней приблизиться, она называется послушание. Мы призваны слушаться Господа Бога, Его заповеди, Его волю. Мы призваны слушаться старших, своих родителей, своих наставников. И, конечно же, в данном случае мы должны слушать компетентных людей. Это врачи, это медицина, которая уже веками занимается проблемами здоровья. И, конечно же, я призвал бы всех, братьев и сестер, всех христиан, слушаться врачей, внимательно относиться к собственному здоровью. В Черкесске состоялась презентация трех детских книг на анагайском, карачаевском и черкесском языках общим тиражом 3300 экземпляров. Сборники изданы в рамках программы реализации государственной национальной конфессиональной информационной политики в Карачаево-Черкесии. Данный проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству. Книги уже направили в школы и библиотеки районов. В ближайшее время планируется издать книги на абазинском языке. Я считаю, что рождение книг – это подобно рождению детей. И сегодня вот три книги, которые вы видите представлены на этой выставке. Это карачаевская книга «Анательда Ахулсус», это нагайская книга «Алтанкитаб» и это черкесская книга «Цекураж». Все эти книги разработаны по стандарту, перенятому стандарту. И они так разработаны, что ребенку было доступно, интересно, красочно. Но так, чтобы это запоминалось. И думаем, что для развития языка и литературы народа в Карачаево-Черкесии эти книги послужат очень хорошим подспорьем. И я думаю, что такие проекты нужно вести и дальше. Также мы даже в книжном издательстве собираемся вести несколько программ, которые будут поддерживать детскую литературу именно республики. «Правнуки Победы» – «За наших». Под таким названием прошел благотворительный концерт в поддержку мобилизованных граждан, которые находятся в местах специальной военной операции. Детский вокально-хореографический ансамбль Карача вместе с солистами филармонии показали зрителям лучшие номера. Алла Качиева побывала на концерте. Вся история России наполнена огненными страницами военных лихолетий. А победы связаны с героизмом воинов всех поколений. В час суровых испытаний они все как один вставали на защиту рубежей, очищая родную землю от захватчиков, принося мир и свободу. И сегодня благодарные потомки «Правнуки Победы» посвящают свои выступления им – освободителям. Сегодня в этом концерте участвуют трое моих сыновей. Этот концерт благотворительный, он несет возвышенное чувство. И я желаю, чтобы они вот это настроение передали всем присутствующим. Благотворительный концерт «За наших» собрал желающих внести свой вклад в общее дело и, конечно же, насладиться вокальными и хореографическими номерами артистов. Каждый человек, который в этом во всем принимает участие, он вносит в свою ветру копилку победы. И нам очень важно видеть, что поддерживают наших ребят и дети, и молодые люди, и старшее поколение. От Куликовской битвы до специальной военной операции на Украине «Защитники Отечества» восхищают своей доблестью и отвагой. Правнуки Победы, государственный недетский вокально-хореографический ансамбль «Корча» своим выступлением еще раз подтверждает. Народы Великой России, в том числе и нашей Карачаево-Черкесии, едины. Дети гор за мир на земле. Свои песни в поддержку СВО исполнили для зрителя Карачаево-Черкесии Александры Андрианов. В Карачаево-Черкесии достаточно часто. У меня здесь очень много друзей. Приглашение, если честно, я скажу, я не принимал, я сам напросился. Мы просто с Тамарой Магомедовной Уртеновой, мы дружбаны. Вот мы дружим, общаемся, каждый день на связи. Она мне просто вот сказала, что тут у нас у малышей, у наших будет концерт-мероприятие. Вот я сам напросился. Говорю, Тамара Магомедовна, возьмете в концерт? От всей души. Она говорит, от всей души возьму. И от всей души столичный гость исполнил известную песню «Турнала» на карачаевском языке композицию «Люди гор». Ачар Меремкулов, Алиад Нурлубаева, Марьяна Алботова, Алиана Думанишева, Алика Богатырева, Наталья Кремень, Ирина Денисенко. В исполнении этих известных артистов Карачаева-Черкесии прозвучали патриотические песни о службе Родине, победе России и новым территориям. «Мы должны поддерживать своих. Мы против войны. И тем не менее мы за справедливость. Ребятам, нашим защитникам, которые сегодня борются за наше спокойствие, желаю им сильного духа, терпения. Они в холоде, в голоде. И тем не менее страна поддерживает и будет поддерживать. Каждый номер зрители встречали громкими аплодисментами, выражая благодарность артистам и организаторам благотворительного концерта «За наших». «Поднавился это? Ну, я еще раз приду». Яркое многоголосие, красочные костюмы, зажигательные танцы, сопровождающиеся идеальными кадрами нашей необъятной страны на большом экране. В Усть-Джигуте состоялся отчетный концерт творческих коллективов района, посвященный Матушке России. Альбина Кураченова-Кенжева побывала на мероприятии. Ярким и красочным, по мнению зрителей, стал отчетный концерт на сцене Дома культуры Усть-Джигуты. Юные танцоры, талантливые певцы и музыканты смогли вновь проявить свое творчество, рассказывая на языке искусства, как гордятся своей родиной и как ею дорожат. «Сын Великой Родины, привет веселых дней, и нет меня счастливее, и нет меня сильней». На большом экране производилась хронология важных дат в истории страны. Демонстрировались неповторимые пейзажи всех уголков Родины, достопримечательности и выдающиеся люди, внесшие вклад в мировую историю. «Яркое событие вообще для культуры в целом, республики, ну и для нашего района в том числе. Тема сегодня очень серьезная, и мы, конечно же, надеемся на то, что мы смогли раскрыть эту тему всеми музыкальными и вообще номерами, которые сегодня представлены, чтобы показать многогранность культуры района и показать, на каком высоком патриотическом уровне проходит вот это сегодняшнее мероприятие. Эмоции, да, они очень такие сильные, глубокие, а это показывает настроение зала». Зрители восторженно благодарили артистов аплодисментами за динамичные выступления, за яркие патриотичные номера. «Я сегодня увидел, что все жанры, что есть в России, они все сегодня показали. Я уверен в том, что родители, зрители, которые сегодня участвуют, они получили огромное удовольствие и наслаждение, увидев не только своих детей и артистов, которые сегодня выступали. Я хочу сказать одно, что тема, которую они раскрывают, это сегодня актуальная тема. Я благодарен ребятам, которые это делают с такой душой». Девочки из хореографического ансамбля «Кубиночка» долго готовились к отчетному концерту. Их переполняют эмоции. «Очень было приятно участвовать в таком отчетном концерте. Мы поддерживали нашу команду «Кубиночка». И вот, мы хотим, чтобы мы выиграли в этом отчетном концерте. Нам очень понравилось. Удачи, счастья. Удачи, счастья, здоровья. Артисты и зрители еще долго будут тепло вспоминать, с каким размахом и буйством красок прошел отчетный концерт. «Лихая страна, единая Россия, широкая душа, единстве твоя сила». Альбина Курочинова, Кенжио, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Реализация молодежной политики возможна благодаря поддержке студенческих инициатив. В ушедшем году к Чигу имени Умара Алиева провел множество мероприятий, направленных на поддержку молодежи республики. Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности университета Расул Динаев рассказал нашему корреспонденту Алихану Лепшокову о том, какие проекты были реализованы и что ожидает студента вуза в этом году. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Расул, расскажи, как реализуется молодежная политика в стенах университета? Молодежная политика и в целом воспитательная деятельность, работа с молодежью, студенческое самоуправление – это является одним из основных направлений деятельности нашего университета. Понятное дело, что основные столбы – это учеба, наука. И вот есть такое понятие, как третья миссия университета, и мы всерьез рассматривали с руководством о том, чтобы развитие студенческого молодежного потенциала сделать третьей миссией университета. Поэтому на высшем уровне со стороны ректора нашего университета уделяется большое внимание развитию потенциала студенческой молодежи нашего университета. И мы стараемся, чтобы наши проекты и мероприятия не останавливались в стенах нашего университета. Стараемся делать региональные мероприятия, межрегиональные, всероссийские, для того, чтобы и делиться опытом, и перенимать опыт реализации государственной молодежной политики в нашей стране. Находят ли отклик молодежные инициативы от руководства университета? Нынешнее руководство нашего университета – это в целом одни из локомотивов молодежной политики. Уже на протяжении почти 20 лет, еще будучи деканом факультета экономики и управления, Толстон Николаевич уделял особое внимание молодежной политике, различные патриотические мероприятия. На 70-летие Сталинградской битвы мы большой делегацией ездили в город-герой Болгоград. На 70-летие Великой Победы мы делали тур по столицам европейских стран, освобожденных от фашизма советскими войсками. Сейчас на базе нашего университета существует такое движение, как Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», который тоже реализует ряд мероприятий. И поскольку он сам изнутри знает эту кухню, и студенческий спорт, и студенческое волонтерское движение, и студенческую науку, я считаю, что он максимально близок к студентам. У нас на регулярной основе проходят встречи со студентами, где озвучиваются основные инициативы студентов. И очень редко так бывает, что какие-то важные, нужные инициативы студентов не получают поддержку со стороны университета, со стороны руководства университета. Этот год был насыщенный для Карачаево-Черкесского госуниверситета в плане реализации различных проектов. Хотелось бы узнать, какие идеи были реализованы в 2022 году. Каждая студенческая инициатива, она находит такой отклик непосредственно и у руководства, и у тех сотрудников, которые занимаются развитием молодежной политики, воспитательной деятельности. И вот в ушедшем 2022 году у нас на базе университета было реализовано более 15 социальных проектов, большая часть из них с привлечением грантовых средств Федерального агентства по делам молодежи. Также стоит отметить, что в 2022 году был реализован большой окружной форум «Махар-2022». Он был как раз таки посвящен актуальным проблемам молодежной политики. И на этой площадке был разыгран грантовый фонд Федерального агентства по делам молодежи. Это большое достижение не только для нашего вуза, но и для всей нашей республики. Совместно с Министерством по делам молодежи мы провели такой первый пилотный форум с грантовым конкурсом. Но при этом очень важно здесь понимать, что площадкой проведения первого грантового форума на территории нашей республики выступил традиционный форум нашего региона, это высокогорный форум «Махар», который был придуман и на протяжении почти 15 лет реализуется нашим университетом при непосредственной инициации и участии нашего ректора. Нам действительно приятно, что форум «Махар», вот эта история этого форума, были отмечены и Федеральным агентством молодежи, и нам доверили такую честь провести первый грантовый форум на территории нашей республики. Вот такой масштабный проект, как «Махар-2022», будет ли он продолжен в 2023 году, и что ожидает, какие интересные площадки мы увидим? Мы буквально на той неделе виделись с министром по делам молодежи нашей республики, Ибрагимом Татаркуловым, и обсуждали как раз процесс подготовки к «Махару-2023». Он обязательно будет, финансирование региональное правительство уже на него утвердило, и мы сейчас будем разрабатывать техническое задание на непосредственно организацию форума. Вероятнее всего, он традиционно пройдет в августе, и мы постараемся туда включить, помимо тех устоявшихся традиционных направлений образовательной программы, постараемся включить актуальные, приобретшие актуальность на данный момент направления в области молодежной политики. Будем расширять географию, и мы совместно с Министерством по делам молодежи подали заявку на то, чтобы в этом году также форум прошел как площадка для грантового конкурса СКФО. Насколько я знаю, студенческая молодежь Качагу активно принимает участие в волонтерской деятельности, и в частности в работе штаба «Мы вместе». Как ведется работа данного штаба в университете? Вы наверняка слышали, знаете, что у нас много волонтерских центров, волонтерских клубов, это и направление патриотического воспитания, это волонтеры Победы, это Добро Качагу, добрая дивизия, такой вот волонтерский центр. И в этом году мы сейчас вот заключили соглашение об открытии франшизы доброцентров, то есть доброцентр наш региональный будет базироваться у нас в Качагу. По франшизе мы открываем такое вот пространство, и там как раз будет размещен штаб «Мы вместе». В рамках нашего университета на базе каворкинг-пространства. И вот мы сейчас будем создавать доброцентр. И у нас не просто вот, ну, как бы я сейчас назвал название организации, которая занимается волонтерской деятельностью, но немножечко хотелось бы поделиться результатами деятельности этих центров. Еще с 2020 года, с тех пор, как началась пандемия, на базе университета был создан антикризисный штаб, в составе которого функционировал ситуационный центр по помощи и поддержке сотрудников и студентов университета, а также жителей города Корчаевска. И за два года пандемии была проделана колоссальная работа, это и подготовка, сбор продуктовых наборов для студентов и сотрудников университета, это и помощь нашей городской районной больнице, там мы различное подоборудование приобретали за счет пожертвований, проводили акции безопасность окружающих, твоя ответственность, где в самых людных местах нашего города волонтеры университета раздавали маски, обрабатывали руки жителям города антисептическими средствами. Кстати, стоит отметить, что по специальному рецепту, составу, который был разработан студентами естественного географического факультета отделения химии, мы разработали свое антисептическое средство, которым обрабатывали и помещения, и жителей, и студентов. Также у нас, вы наверняка помните, был установлен туннель автоматической дезинфекции при входе в университет. И вот этот опыт работы такой сплоченной, интенсивной работы по взаимопомощи в период пандемии позволил нам очень оперативно сразу же в марте, в самом начале марта на базе ситуационного центра запустить работу штаба «Мы вместе». Это был один из первых штабов «Мы вместе» в нашей республике. И с тех пор, почти год, в марте будет год, штаб «Мы вместе» оказывает адресную помощь переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик, оказывает помощь сотрудникам, чьи члены семьи мобилизованы или участвуют в специальной военной операции. Также неоднократно проводились акции, когда мы направляли гуманитарную помощь, а в основном мы это делаем через региональный штаб «Мы вместе» в нашей республике. Но бывает так, что мы адресно тоже направляем. И сейчас эта работа тоже ведется. Я думаю, что открытие доброцентра на базе нашего штаба «Мы вместе» тоже послужит таким новым импульсом в этом направлении. И напоследок, Расул, хотелось бы узнать, какие новые проекты будут реализованы в 2023 году в стенах университета? Ну, уже началась реализация многих интересных проектов. Наверное, про все не получится рассказать, это будет очень долго. Но основные такие ключевые проекты я расскажу. Это проект «Совет обучающихся школ». Студенты нашего университета подготовили такой проект, где они на базе 10 пилотных школ нашей республики будут выстраивать систему ученического самоуправления. Мы понимаем, что когда мы задумывали этот проект в прошлом году, еще не было этого вектора движения, как российское движение детей и молодежи, движение первых. Но мы, получается, попали в этот социальный нерв. И сейчас наш проект «Совет обучающихся школ» является таким очень актуальным, не только для региона, но и в целом для страны, где студенты, занимающиеся студенческим самоуправлением в УЗИ, будут помогать выстраивать вот эту систему ученического самоуправления в школах. Также мы планируем в этом году уже как бы традиционно, очно проводить региональный этап студента года среди вузов и СУЗов нашей республики. А также в этом году постараемся провести впервые региональный этап Всероссийской национальной премии «Ученик года». Далее у нас есть такие важные проекты для нашего региона. Это студенческая телестудия, вайп-медиа, студенческая радиостудия. И все это мы планируем объединить в такой творческий кластер, который будет называться «Качагу-медиа», в который будут входить и СММ-специалисты из числа студентов нашего университета. Вот, как я уже сказал, студенческая телестудия, подкасты будут там записываться, там будет студенческое радио работать, и также там будет студия по дубляжу мультфильмов, фильмов на языки народов нашей республики. Такой опыт у нас уже есть. Мы, вы знаете, озвучивали мультфильм «Смешарики» на всех языках народов нашей республики. И сохранение языков и культуры народов нашей республики является одной из миссий нашего университета. На базе института филологии существуют центры развития языков и культуры народов Карачаева, Черкесии. И вот эту работу мы будем вести. Ну и, конечно же, важным и актуальным направлением нашего университета является подготовка кадров педагогических. Традиционно наш ВУЗ готовит кадры для школ нашей республики. Есть запросы со школ, да, вы знаете, что сейчас такой вот переходный момент, когда, ну, поколение учителей сменяется. И для того, чтобы максимально качественно и практикоориентировать, ориентированно готовить учителей различных направлений, мы помимо теоретических знаний и практики в школах запустили в прошлом году педагогический отряд. И студенты нашего университета в качестве вожатых выезжают в такие известные детские центры, как Смена, Орленок, Артек. И мы эту географию планируем расширять. В этом году будем заключать соглашение о сотрудничестве с другими детскими центрами оздоровительными. Это все дает возможность для такого вот практического закрепления приобретенных педагогических навыков здесь в рамках образовательного процесса у наших выпускников, что делает их, на мой взгляд, достаточно конкурентоспособными на рынке труда педагогическом не только в нашем регионе, но и в соседних регионах. Также на базе нашего университета была запущена школа ремесел народов Карачаева Черкесской Республики. Этот проект вошел в топ-5 проектов по версии Министерства науки и высшего образования. Этот проект был презентован министру науки и высшего образования. И сейчас на базе в основном Института культуры и искусств это направление мы будем продолжать развивать. Ну что ж, Расул, спасибо тебе за такое плодотворное интервью. Желаю вам дальнейших успехов в вашей деятельности.